Добрый день, уважаемые участники 4-й линии ХФЛ. Мы попробуем с Александром пройтись по матчам Кубка. И первая игра это Голливуд Банка. Что можешь сказать? Это очень будет интересная игра. Возможно, даже центральная, потому что это все-таки Кубок. И я уверен, что Банка соберется с всем очень сильным составом. Последние матчи Голливуда показали в конце чемпионата, что у них или мини-спад, или немного игра не шла. Поэтому они заняли третье место. Поэтому я считаю, что центральная игра тура здесь даже... Я бы даже здесь был фаворит. То, что Голливуд фаворит, это понятно, они сильнее. Но по большому счету, чтобы так просто им было, я бы не сказал. Мне кажется, что будет игра в счетах. В любом случае, первая игра это будет центральный матч. Идем дальше. Это Ника Интерны. Ника Интерны тоже будет очень интересный, специальный матч. По последним матчам было заметно, что и Ника, и Интерны, они идут просто сейчас на высоте. И Интерны обыгрывали всех практически своих соперников подряд во втором круге. И Ника вообще стали чемпионом вполне заслуженно. Поэтому игра будет тоже интересная. Но здесь фаворит Ника, мне кажется, больше, чем явный. Здесь мое мнение всему уважению к Интернам, но мое мнение, что в Интерну будут очень маленькие шансы. Но в любом случае, они будут. И их нужно будет использовать. Здесь Ника фаворит. Ну и матч Альянс-Троещина. Да, это тоже куда интереснее еще будет матч. Мне кажется, что Альянс соберется еще более сильнейшим составом, чем в последней игре чемпионата против нас. Потому что они нам уступили. И действительно, мне кажется, что при всем уважении к Борщевовке, мне кажется, что эта игра, наверное, во многом чего решит, кто выйдет дальше из группы. Поэтому мы постараемся тоже собраться. Альянс, это будет очень сильная игра. Я бы здесь оценил бы шансы при всем уважении к Альянсу. Где-то 50-50. А как будет, посмотрим. Конечно, буду стараться выиграть. Ну и если пройдемся теперь по группам. Вот начнем с вашей третьей группы. Что можно сказать? Кто здесь фаворит? Ну, не знаю. Здесь фавориты все есть. Так посмотреть. Здесь фавориты все. И потом они и кубковые игры. Поэтому я считаю, что здесь все имеют почти равные шансы. Естественно, что если занять на таблицу чемпионата, то Альянс, несомненно, фаворит. Мы с Борщевовкой закончили недалеко друг от друга в чемпионате. Но все же, мне кажется, Альянс больше фаворит. Но опять-таки, здесь это единственная группа, где шанс-то есть явно занять первое место и выйти дальше в всех трех команд. Во всех. А вторая группа? Во второй группе еще русские команды. Голливуд, Легион, Форза. Ну, естественно, что Голливуд, Легион, Форза. Ну, я не знаю. Здесь тоже кубковые матчи будут очень интересные. Я бы назвал двух фаворитов. Это Голливуд и Легион. При всем, может, у них Форза. У них будет там действительно мало шансов. Ну, хотя мы знаем Форза, команда, которая когда-то в летних кубках неоднократно побеждала. Что это кубковая команда. Ну, как один из игроков нашей лиги сказал, что это все-таки летние кубки. А это осенний. Поэтому посмотрим, как оно будет. Ну, мне кажется, что Голливуд и Легион шансы... Ну, 55 на 45, на 5% больше предпочитаю отдавать шансы именно Голливуду. Ну, не забываем, что Легион во втором группе... Голливуд, Голливуд, Банка, Форза. Голливуд, Банка, Форза. Ой, Голливуд, Банка, Форза, да, не мой, но понесло. Опять-таки, я считаю, что Голливуд и Банка шансы почти поровну. Ну, где-то 55 на 45 больше возможностей будет у Голливуда, естественно. Да, они фавориты. Это бесспорно. Но, опять-таки, это кубковые матчи. Я считаю, что здесь не будет такого, что при этом не сильные составы, не полные составы. Здесь соберутся все. И все мы знаем, что Банка тоже не такая простая. Поэтому, мне кажется, фаворит больше Голливуд, конечно. Ну, с Банкой почти равные шансы. Ну, а Форза, я не знаю. Может, в очередной раз предвесет нам сюрприз. Будет видно. Ну, и Ника, интерн, Легион. А вот здесь будет очень интересно. Ника, Легион, два фаворита. Несмотря на то, что Ника стала чемпионом, несмотря на то, что Ника по санитуре обыграла Легион с уверенным счетом, ну, я здесь считаю, что здесь будут играющие счета. Поэтому, мне кажется, где-то 51 на 49. То, что Ника фаворит, Легион займет второе место. Ну, а интерны, ну, опять-таки есть. Это самое-самое-самое-самое-то интересное будет группа, мне кажется. И самое сильное. Поэтому здесь может и интерны. Ну, кубковый матч не всегда это всегда отвечали с тем, что были сенсации. Понятное дело, что если из группы выйдет Борщаговка, либо мы в Форза выйдем из группы интерны, то здесь удивляться не будет к чему, потому что это кубковый матч. Ну, а сами игры уже показывают с завтрашнего дня. Спасибо большое, Саня. Всего хорошего дня. Пусть Бог хранит, оберегая тебя, твою команду. Спасибо. До новых встреч. Спасибо, до встречи. Алиэс, добрый день. Попробуем здесь проанонсировать, да? То есть предположить, как играют команды вот в первом туре кубка, в четвертой лиге ХФЛ. И начнем с первой игры, наверное, Ника Интерна. Вот что можешь сказать об этом матче, твои предположения? Ника Интерна, да, добрый день. Ника Интерна, Ника Интерна. Смотря, наверное, каким состоянием бы заявлялись команды, я так понимаю, что на кубок будут отличаться ставы справедливо в чемпионатах. Но я думаю, что все же у Ника победит уверенно, как ни крути. У них и лавочка, и став вообще позволяют привести сильных ребят и взять очки в этом матче. Идем дальше. Альянс Троещино. Альянс Троещино, это, я так понимаю, повторение последней матчуры чемпионата будет. Вот, Троещино победило в прошлой субботу. Я думаю, что на кубок Альянс уже соберется более основным составом и возьмет реванш в прошлой неделе. Ну и матч Голливуд-Банка. Банк, с кем играет? Еще раз. С Голливудом. А, с Голливудом. Сложно, если делать прогноз на игру с этой командой, но я думаю, что будет в любом случае очень интересный матч. И мы в чемпионате проиграли Голливуду дважды с минимальным счетом. И будем выходить с огромным желанием взять реванш. Вот. И посмотрим, как получится. Ну и скажи, пожалуйста, в целом, что ты можешь сказать по группам, которые у нас получились? Это первая группа Ника Интерный регион, вторая Голливуд-Банка Форца и третья Альянс Троещино-Борчевовка. Альянс Троещино-Борчевовка. Я думаю, что Альянс выйдет в первое место. А еще две группы. Ника Интерный регион. Ника Интерный регион. Здесь, я думаю, Ника выйдет и Легион тоже будет цепляться. Ну, в принципе, очень равносильная команда, все три. Вот, будет интересно очень. Но, думаю, все же Ника. И еще одна. И Голливуд-Банка Форца. Ну, я думаю, это будет между Банкой и Голливудом борьба за первое место. Вот, посмотрим, как получится. Ну, и Форца тоже списываются счетов. Они стоят, ребята всегда могут показать. Очень что-то интересное, забрать очки и выдержать. Хорошо, спасибо большое. Пусть Бог был в себе, твою команду. Ну, и ждем интереса с Матином. Спасибо, Мартин.